МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Движение 24 филиала, которые действуют на базе государственных и муниципальных бюджетных организаций, а также некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм города Якутск и улусах республики. Сегодня мы расскажем вам о добровольствах поселка Жатай. В зоне боевых действий маскировочные сети – одно из необходимых снаряжений. Ими укриты машины, дзоты, биндажи, насыпи, окопы, танки, блокпости. Мы волонтеры, занимаемся плетением сетей для СВО, шьем, костюмы флисовые. Изготавливают на дому наши женщины свечи окопные. Дети принимают активное участие. Мы привлекаем детей из техникума, старшие классы школ наших житайских. Житая – такие добродушные, отзывчивые люди, что меня очень радует. Приходят разные категории заселения. И бабушки, и взрослые люди, которые работают. Они после работы находят время, чтобы прийти нам и помочь в нашем нужном деле. Дети с удовольствием тоже приходят, смотрят, берут мастер-классы, скажем так, мы им даем, чтобы они потом и сами уже... Они сначала приходят с классным руководителем, но потом их это увлекает, и уже сами приходят, помогают с удовольствием. Дети молодцы. Всем большое спасибо населению нашего поселка за то, что они такие активные, отзывчивые. И понимают, что именно в сплоченности наша сила. И все вместе идем к нашей цели, к победе. Мы в основном плетем сети на техникум, на большую технику. Но вот дети, которые в техникуме, они еще помимо того, что плетут, они плетут еще индивидуальную сеть, именно для бойца. Помимо того, что они плетут, они еще сувениры отправляют, письма пишут солдатам. Думаю, волонтеры это действительно люди с большим сердцем, с открытой душой, которые хотят помогать, нести добро и свет в этот мир, чтобы у нас все было хорошо, все процветало, все развивались. Мы всячески поддерживаем общественные организации, финансируем их движение. Закупали материалы для плетения сетей. Также по привлечению населения, рекламы, письма организациям, учреждениям тоже отправляются. Призываем население к такой значимой общественной работе. Так как мы открылись в сентябре, заработали филиалы, сначала людей было мало, потом услышали друг друга, и сейчас активно даже школьники принимают участие, и население очень активно идет на помощь. Хочу поблагодарить наши градообразующие предприятия, это как Житайская нефтебаза, Житайский судоремонтный завод, они тоже финансово очень помогают нашим добровольцам. Хочу выразить слова благодарности. Ну, чтобы быстрее возвращались домой, к семьям. У меня внук служит на второй же день, в общем, 23 сентября 22 года. Пусть ребята возвращаются быстрее домой. Из сообщения от солдата. Маскировочные сети – это жизни бойцов. Они нужны везде. Они на вес золота. Поэтому, если у вас стоит выбор, чем и как помочь фронту, то сети – это безошибочно. Они спасают жизни. Огромная благодарность всем, кто нам их передает. Я точно знаю, что благодаря вашему ручному труду многие из нас до сих пор живы. Вот моим руководством непосредственно работают кружки и секции, где ребята занимаются досугом внеурочной деятельности, где себя в различных направлениях проявляют. Ну и один из действующих у нас кружков – это кружок «Творческая мастерская», «Сундучок идей», руководителем которого является педагог дополнительного образования Суханова Ольга Владимировна. И хочется отметить, что вот с сентября месяца Ольга Владимировна в рамках работы кружка «Творческая мастерская» стали заниматься вот таким вот полезным, необходимым делом, как плетение сетей. Всего в кружке «Творческая мастерская» занимаются 32 обучающихся. Непосредственно плетением сетей у нас 6 студентов. Волонтерское движение «Волонтер» – это те дети, которые проявляют себя в различных необходимых нашей республике, стране, деятельности, движениях. На сегодня у нас действует волонтерское движение «ДНД», волонтерское движение «Медики-волонтеры». И вот как раз мы подключились к движению. На базе моего кружочка, ну, я его кружочек называю, «Творческая мастерская», «Сундучок идей», у меня ребята с сентября, вот это вот наши, как раньше называли, стахановцы, девочки, на их вот хрупкие плечики легла вот такая вот главная задача – помощь нашим ребятам из СВО. Я сама с сентября начала ходить в ДК, и оттуда там у нас руководитель Марьяна. Но относимся мы к штабу на «Короленко-6». И мы благодарны очень вот за весь материал, который нам предоставляется. Это на «Короленко-6» Светлане. Большое ей спасибо, она все это добывает, все это закупает. Большое спасибо «Нефтебазе», она помогает деньгами, вот, помощь, чтобы это все закупить. Спасибо нашей Исаевой, это наш глава нашего поселка, что она вот помогает нам, чтобы деньгами, чтобы могли закупить вот это вот работать. Всем это огромнейшее спасибо за это. Ну, а так вот у меня вот сидит Катюша, у нее брат на СВО. Вот там у меня стоит Агаша Ружина, у нее вообще брат двоюродный погиб. То есть ребята неравнодушные к этому. С сетями мы также сделали новогодние елочки, отправили ребятам. Ну, там уже распределят каждому там по блиндажу, или они, правда, небольшие, но все-таки новогоднее пожелание, елочка. Вот это индивидуальное, то есть это индивидуалка, она еще с той стороны там, ребята. А вот это идет на бронетехнику, то есть танки, бронетранспортеры, блиндажи, ну и так далее. Вот это новое плетение. Девочки вот у меня как раз две плетут, они у нас ездили на обучение. Спасибо Галины Владимировны, она их научила, и это нам тоже Галина Владимировна показала. Я так думаю, все-таки спасибо, наверное, сказать родителям. Они вложили в них патриотическое воспитание, отношение к нашей Родине. Они понимают важность, они знают, для чего мы это делаем, куда это уходит. Потому что нам потом говорят, вот это сети ваши ушли, фотографию показывают, и вот туда. Конечно, девчонкам очень приятно. До этого у нас самую первую сеть мы когда сделали, девочки пожелания даже записали ребятам. Они им когда ответили, они были... Ну, очень приятно было, конечно, обратную связь получить, что они знают, для чего это делается. Кому-то жизнь спасет. Вот мы когда с ними сидим, плетем, я вместе с ними плету, мы разговариваем, вот они рассказывают, у кого-то брат, у кого-то это... А у меня вот знакомый. То есть, они понимают. К нам приходят, конечно, с общежития, спускаются ребята, ну, так разово. А в основном, вот, это вот первые помощники. Ну, вот один у нас, Захаров Максим, он у нас просто на практике. Вот он у нас беда и выручка в оплетке всех сетей. Ну, вот тут у меня, вот, девочки, второй курс, третий курс, первый курс, четвертый курс. То есть, вот, с разных, с разных районов, с разных, как говорится, улусов, ну, вот это вот все их объединяет. И это самое главное. Ну, это я как мама, как женщина, думаю, наверное, как руководитель, что все-таки вот побольше надо вот таких вот, это нужное дело. Мне несложно выделить какое-то время на это в день. Ну, нашим ребятам приятно и полезно. Потому что я понимаю, что это какая-никакая помощь, что это им необходимо помочь. Нельзя оставаться. Мобилизация коснулась не только мужчин, но и женщин. У Марины Васильевны за ленточкой находятся сын и брат. Понимая, как тяжело оставаться в одиночку с душевными тревогами, Марина организовала в жатайском филиале свою точку помощи участникам СВО. Переехала сюда в этом году. Ну, вот, недавно. Месяца-то нету. А так я сама из Средникова, Мска. Ну, объявление было. Вот увидела же тайской группе, что помогает, что нужно вот это шить, это маскировочные сети плести. Вначале я подошла, начала вот сетей маскировочные, потом увидела тут народу мало. Ну, и с собой принесла машинку, и вот шеем с Анатолией Ивановной под чутким руководством. Это же как бы по зову сердца, да, вот хочется чем-то помочь. Да, вот думаешь, вот они сейчас в окопах, сейчас зима начинается, да, наверное, теплая одежда им нужна. Ну, душе больно, конечно. И представлять вот это я глубоко тоже не могу. Да, сердце болит. Я работаю с закройщиком, краю вещи, костюмы для воинов. И вот обучаю. Сначала краю, а потом вот девочка уже дышала. Девять вещей мы уже отправили. Одни приходят, другие уходят. Кто как может сегодня еще одна должна была прийти. Но у нее, ей внука привезли, и она осталась дома. И работаем так, как сможет прийти. Как время позволяет, так и приходят. Вот женщины, это ее Аня звать, это Оля. Пенсионерки. Пенсионерки большинство у нас. Наши пенсионеры стараются. Для наших воинов, а как же иначе? Иначе нельзя. Надо же воинам помогать. Даже наши сыновья работают. Боицы. Никак нельзя. Я помогаю резать ленты, чтобы прилили. Тут все пенсионеры. У меня отслужили внуки и зять. Еще, наверное, поедут служить. Когда мы узнали, что у нас занимаются плетением, мы узнали через ДК. Значит, они закадали стойки, вот привезли в этот зал. Администрация нам безвозмездно выделила помещение. Евгения Николаевна приходила сама, лично, несколько раз. Тоже здесь плела. И все. Сначала мы вдвоем с Наташей работали. Потом начали к нам постепенно присоединяться. Очень огромное спасибо. Вот. Очень хорошо нам много помогает. Председатель Совета депутатов, Антонов Аркадий Николаевич. Он также вместе с нами и сети плетет. Вот сегодня он непосредственно доставкой занимается. Очень тоже спасибо огромное. И также всем очень огромное спасибо жителям Жатая. Мы плетем, вот у нас, видите, у нас сети идут 5 на 3. Это защитные для военной техники. И у нас вот эти сети, ну вот в день мы бывает сплетаем две такие сети, но это еще мало. У нас очень много народу. У нас большое движение. Кто-то приходит, кто-то уходит. И вот это вот военная техника у нас идет. Ну, девочки так работают продуктивно. Мы иногда и допоздна сидим. У нас приходит мужчина. У нас один раз мужчина пришел. Мы его даже не знали, как зовут. Он в 10 часов вечера ушел. Поэтому у нас меняется. Кто-то приходит, кто-то уходит. Вот девочки у нас, вы видели, да? Больше всего мне нравится то, что вот двоих нету швей. Одна заболела. Они никогда не шили на электрических машинках. И они шьют, понимаете? Вот они шьют. Молодцы. Это вот Вера Анатольевна так вот помогает. Так что мы все делаем для победы. У меня сын и брат на СВО. Это мы в штаб наши, который, Светлана, занимается добровольцей, да. Администрация наша закупала, сети закупала. Закупали они ткань. Потом они еще собирали деньги, также, по-моему, на тепловизоры или на дроны. Вот это я знаю, потому что у меня, я общаюсь с администрацией. Конечно, хотелось бы помощь еще, чтобы денежная помощь. Мы вот иногда делаем, правда, то, что останется. Вот из остатков стараемся сделать. И хотелось бы попросить, вот непосредственно от себя попросить, чтобы люди были добрее, чтобы помогли. Волонтеры – это вот все, кто здесь находится, кто помогает, кто поддерживает, хотя бы морально поддерживает. Я считаю, волонтер – это тот человек, который просто открывает душу, кто просто поддерживает. Вот это волонтер, безвозмездный, бескорыстный. Не требуют обратно ни спасибо, никакой отдачи. Вот это вот волонтеры на самом деле. И побольше бы их было. Хочу сказать слова благодарности и большое человеческое спасибо коллективу волонтеров, которые связали нам эти сети. Все это пойдет в дело, будут укрываться наши огневые позиции. Также это все будет размещено на автотранспорт, чтобы мы приехали к вам здоровыми и невредимыми. Ваш труд очень важен, потому что не каждый человек после работы идет, вяжет сети. Вот, поэтому вы наши красавицы, вы наша гордость. Мы вас всех любим, ценим. Вот, большое спасибо, что вы проделываете такую большую работу. Вот, это очень важно. Мы здесь все это ощущаем, вашу теплоту, заботу. Что вы думаете о нас, так же, как и вам, наверное, намного сложнее. Потому что мы уже как бы привыкли здесь, а вы там смотрите новости, переживаете за нас. Вот, у нас все хорошо, все живы-здоровы. Победа будет за нами. Большое спасибо. Всем добра. Хочу сердечно вас всех поблагодарить от имени ребят и от своего имени за ваш труд, за ваш вклад, за ваше сердце, за вашу доброту и понимание, за все вот средства, которые мы получаем, за масс-сети, за теплые вещи, за медицину, за лекарства. Это все самое необходимое. И я верю, что благодаря вам, благодаря вашему труду, жертвенности вашей, вашему времени, просто вы сохраняете очень много жизни и очень много здоровья. Это, в первую очередь, наша же безопасность, наш быт, наше здоровье. Поэтому сердечно вас благодарю от имени всех мобилизованных, которые находятся там, за ленточкой, на передке, на позициях, в блиндажах, в окопах. Всем добра. Победа будет за нами. Дорогие бойцы, всем большой привет от поселка Жатай, республики Саха-Якутия. Мы, волонтеры общественного движения «Добровольцы», желаем вам здоровья, желаем, конечно же, победы. Мы все очень этого ждем и все, ну, как может, на своем месте приближаем, я так думаю. Потому что испокон веку так. Наша сила в сплоченности. И это действительно вот подтверждается. Желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, возвращайтесь и вперед к победе. У меня очень много выпускников там есть. У меня есть племянник там. И у меня огромное пожелание к мальчишкам, чтобы вернулись все живыми. Чтобы не было слез у родителей. Чтобы скорее наступил мир. Вот я честно каждый день включаю телевизор и думаю. А вот сейчас скажут, все хорошо, нет, все, все закончилось. Ну, очень желаю, чтобы ребята все вернулись. Потому что, ну, они делают доброе дело. Они нас защищают. Благодаря им 2023 год наши дети учатся, занимаются в каких-то кружках. То есть над нами чистое небо, без войны. Ну, здоровья мальчишкам. Пусть берегут себя. Знают, что за ними стоят. Мамы, сестры, тети, бабушки, дедушки, папы. Всем здоровья в наступающем новом году. Главное, берегите себя. И пусть наши сети сберегут вас от души сделанные. Скорейшего возвращения домой. Потому что, как-никак, они защищают нас, нашу родину. Чтобы вернулись целыми, здоровыми. Чтобы вернулись здоровыми. Женам, мамам, деткам. Ну, и победы. Все живые вернулись. Вернулись и здоровыми. Хорошо служили. Чтобы нормально было у них все. Мальчики, держитесь. Мы вас ждем. Все вернутся живые и здоровые. Кто-то ходит в церковь. А я, как мама и сестра, вот моя церковь. В зоне боевых действий у многих из волонтеров нет никого из родственников. Есть знакомые или просто земляки. Люди совершают добро просто так, от души и сердца. Все они – невидимая, но необходимая опора для бойцов. Ребятам важно чувствовать заботу, знать, что в них верят и ждут дома с победой. Редактор субтитров А.Семкин